Кандидат биологических наук Александр Помогайбин занимается селекцией грецких орехов с конца 80-х годов прошлого века. В командировке в одной из стран ближнего зарубежья в Ботаническом саду посетил отдел орехоплодных культур. Оттуда привез на развод несколько орехов. Посеял, они у меня нормально стали расти, начали плодоносить. Это скороплодные формы грецкого ореха, поэтому вот... Ну, у меня так-то интерес к ним был, а тут еще больше стало. Начал заниматься потихоньку, потихоньку. Сейчас в коллекции Александра Помогайбина более тысячи деревьев. Растут они на территории Ботанического сада Самарского государственного национального исследовательского университета имени Академика Королева. Александр Помогайбин выводит свои сорта. На два из них – Самарец и Волжанин. Заместитель директора Ботанического сада подал заявку на патент. Правда, в этом году даже в Ореховый Спас большого урожая собрать не получилось. Весной набухшие почки погубили сильные ночные заморозки. Но в предыдущие годы от желающих набрать орехов отбоя не было. Таскают все, абсолютно. Белки, не только мальчишки, но и взрослые с мешками приходят. Ну и в последнее время, да, самая большая бич стала эта птица. Вороны, грачи, сороки. Ну, в общем, набор большой. Все желают полакомиться. Ореховый Спас связан не только с народными традициями и сбором урожая. Торжество имеет глубокий религиозный смысл. В церковном календаре оно носит название «Перенесение из Одессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа». Именно этот образ считается первой в истории иконы. Сейчас в любом православном храме есть ее копия. По преданию изображения на убрусе, то есть, по сути, на плате на таком, появилось не естественным образом, не нарисовано было, а появилось в результате того, что спаситель утер лицо этим полотенцем, и чудесным образом появился этот лик. Как святыня, этот лик, этот плат хранился долгое время в городе Эдесса и был послан эдессскому князю Авгарю. Какое-то время он был замурован в стену, потому что там снова усиливались языческие тенденции в этом городе. А в X веке эта святыня была, по сути, выкуплена византийскими императорами и помещена в Константинополь. Древняя традиция освещать яблоки, мед, орехи заключается в ветхозаветной идее отблагодарить Бога за собранный урожай. В праздник Орехового Спаса нельзя конфликтовать и даже в мыслях желать плохого ближнему. В противном случае зло вернется многократно. Кроме того, нельзя мусорить на улицах и засорять водоемы. Светлана Тимофеева и Игорь Казановский. События.